Рукопашный бой Рукопашный бой воспитывает в человеке дух соперничества, закаляет волю и характер. Опознать это боевое искусство и добиться положительного результата помогает опытный тренер, особенно без наставлений которого никак не обойтись на соревнованиях. Ярин, двоечка, проход, двоечка, проход. Сергей Александров занимается рукопашным боем уже три года и считает, что одержать победу на соревнованиях можно только благодаря интенсивным тренировкам. В партере боремся, потом в конце тренировки спарринги. Тренер нам объясняет постоянно, как лучше. Это помогает. За ходом боя на каждом ковре следили опытные рефери, которым зачастую приходилось разбираться в сложных спортивных ситуациях. Все зависит, конечно, от уровня судей. Определяется по технике, по активности, определенный набор правил, которые его дает определить спортсмены, даже при наличии одинакового листа баллов и равенства. Главной поддержкой борцов, конечно, были их родители, которые, как, например, Татьяна Ускова, переживали за своих детей не меньше их самих. Я говорю, Рома, ты иди бейся, а я буду за тебя бояться. А братья Дмитрий и Ярослав Марашовы вместе занимаются рукопашным боем. Только состязаются в разных весовых и возрастных категориях. Поэтому успевают в небольших перерывах следить друг за другом и обмениваться нужными советами. Сейчас на ковре дерется мой брат, и, видимо, он выигрывает в 10-11 лет, хотя ему сегодня только исполнилось 10. В завершении турнира всех спортсменов ждали на торжественном награждении, где юным борцам вручили заслуженные медали и грамоты. И поддержим победителей! Занимаясь рукопашным боем, спортсмены способны защитить себя и своих близких от любых опасностей. Поэтому иметь навыки этого боевого искусства не только интересно, но и нужно. Ведь никто не знает, какая ситуация может произойти в жизни каждого из нас. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Видное ТВ Спасибо! Спасибо! Спасибо!